Я полностью несу ту ответственность, как исполняющий обязанности руководителя администрации за работу, жизнедеятельность городского поселения Загорянский. Но, к сожалению, выполнять свои должностные обязанности в полном объеме я не могу. Факт в том, что весь совет депутатов единогласно не хочет работать с решительной. Мы выражаем недоверие к работе администрации. Все, что творилось, это мероприятия, направленные на мою дискредитацию. Коллапс власти. То, что происходит сегодня в городском поселении Загорянский. В товарищах согласия нет, мягко сказано. В Загорянке наблюдается открытый конфликт между депутатским корпусом и руководителем администрации Ольгой Решетиной. Конфликт, в котором уже вовсю задействованы и суды, и правоохранительные органы. Который, затихнув было на время, на днях разгорелся с новой силой. После того, как стало известно, что Ольга Аркадьевна Решетина, контракт с которой был расторгнут решением Совета депутатов летом этого года, восстановлена в должности решением Московского областного суда. Почему же нет покоя в тихом дачном поселке? И что будет дальше? В этом и попробуем разобраться. Год 2014. В сентябре состоялись выборы Совета депутатов городского поселения Загорянский Третьего созыва. По уставу в Загорянке система местного самоуправления, как в районе, избранный жителями Совет депутатов, избранный из его состава глава поселения, высшее должностное лицо, и назначаемый Советом на конкурсной основе руководитель администрации, который отвечает за решение хозяйственных вопросов. 17 декабря того же года Совет назначил на эту должность Ольгу Аркадьевну Решетину, с которой был заключен контракт на 5 лет. В 2014 году, я могу сказать, что мы не только шли в одной команде с Ольгой Аркадьевной, я была уверена, что именно этот человек справится с возложенными на нее обязанностями и, скажем так, очень большой ответственность, которую мы ей поручили. В принципе, понимаете, были определенные планы, было определенное видение, что тот человек, который нужен Загорянке, который будет работать для людей и для Загорянки. Однако совместная работа Совета и администрации не задалась. Поначалу Решетиной прощали ошибки и недочеты в работе, оправдывая это недостатком управленческого опыта. Но постепенно стена взаимного недоверия росла. Депутаты видели, что их мнение даже в ситуациях, продиктованных уставом, руководителя администрации не интересует. Ольга Аркадьевна Решетина предпочитала решать все вопросы сама, единолично, без какого-либо согласования с Советом депутатов, либо с главой. Даже по тем вопросам, которые непосредственно, как говорится, были в полномочиях именно у главы. Руководитель администрации Решетина Ольга Аркадьевна набирала аппарат администрации без проведения конкурса. Постепенно начали накапливаться и факты, по которым недовольство депутатов работы администрации только нарастало. Проблемы поселения, коих немало, не решались или решались очень слабо. Загорянка вся завалена мусором. За это время, пока она находилась в должности руководителя, поменялось очень много этих компаний, которые занимались вывозом мусора. В итоге мусор валяется. Пример непрофессионализма работников исполнительной власти приводит депутат Ольга Жигачева. Непрофессионализма на грани абсурда. Ко мне избиратели обращаются о том, что некачественно произведены работы по асфальтированию дорожки по улице Ватутина. Не восстановлен тротуар, а лишь только положен асфальт. На что мне в администрации ответили, что забыли включить смету, бордюры для укрепления. То, что контакт между руководителем исполнительной власти и депутатским корпусом потерян, видели и жители Загорянки. И куда же им обращаться со своими бедами, если одна ветвь местной власти не может, а другая не хочет им помочь. Люди пошли в район. И летом 2015 года, после десятков обращений граждан, к ситуации на Загорянке подключилась общественная палата Щелковского района. Она провела проверку работы администрации поселения. Члены палаты участвовали в выездных совещаниях на социальных объектах, знакомились с делами в сфере ЖКХ и благоустройства. В результате обнаружили зияющие дыры в любой сфере, какую ни возьми. Содержание дорог, благоустройство, водоснабжение, землепользование, а особенно вывоз твердых бытовых отходов. По сегодняшнему дню можно сделать вывод следующий, что администрация поселка Загорянский знает проблемы жителей, но не старается их решить. Ну и что, подумаешь, проверили. Не вняла Ольга Решетина рекомендациям районной общественной палаты. Поскольку за несколько месяцев ничего не изменилось, палата включила на Загорянке второй уровень своего контроля. 27 февраля уже 2016 года провела там общественные слушания. В актовом зале Загорянской школы искусства имени Розума не то что сесть, встать было негде, а многим вообще пришлось слушать трансляцию из зала снаружи. Наболела. Ситуация озаботилась и общественная палата Московской области. Мы проанализировали, допустим, перспективный план работы Совета депутатов, да, и обратили внимание, мероприятие-это направление Совет депутатов задает правильный для администрации, а администрация просто не работает на ней, под этим направлением. И поэтому экономика хорошая, а результатов мало. Не туда деньги тратится. Люди жаловались на то, что власть действительно не открыта для людей. Эти принципы губернатора, которые были озвучены, да, доступность, открытость власти, то есть вот эти принципы не выполнялись непосредственно Загорянке. Жители Загорянки пришли на слушание во всеоружии. Принесли документы, подтверждающие факты непрофессиональных, безграмотных, а возможно, что и незаконных действий исполнительной власти. Очень большое количество улиц, а именно даже могу перечислить, Светочная, Кооперативная, Гайдара, Чкалова, Серова, Чапаева, Южная, Чехова, они не убираются в течение всей зимы. Мною было подано коллективное обращение граждан по поводу состояния уникального места нашего поселка, поймы реки Клязмы. На берег заезжают тысячи машин, квадроциклов, которые нещадно вытравливают все живое вокруг, загрязняют окружающую среду. Вырублено 700 деревьев, прокуратура все просчитала. Я просто представляю этот документ в президиум. Ольга Решетина на тех слушаниях не присутствовала, а жаль. Могла бы своими глазами увидеть и оценить степень народного недовольства работой своей администрации. Но не знать о том, как все прошло, не могла. Ей наверняка рассказала заместитель Анжелина Рябова, которая там была. Да и наш канал показывал подробно. Да что там народное недовольство? Рейтинг эффективности органов исполнительной власти опустил Загорянку на последнее место в районе по итогам 2015 года. А результатом процедуры общественного контроля в городском поселении Загорянский стало обращение общественной палаты к губернатору региона. Базовым и изначальным предложением это является то, чтобы направить в адрес губернатора Московской области обращение с просьбой о досрочном освобождении от должности руководителя администрации городского поселения Загорянский и Щелковского муниципального района решительно из-за утрату доверия с приложением, естественно, всех материалов публичных слушаний. Весной руководители Щелковского района проводили во всех поселениях встречи с жителями. Пожалуй, нигде встреча не проходила так бурно и не вскрыла столько проблем, как в Загорянском. Ольге Решетиной тоже пришлось отвечать на непростые вопросы. Претензии к дорогам. Пересмотрены были тарифы на вывоз мусора. За счет чего эти тарифы увеличились в 2,5 раза? Мусор приспособл жителей, значит, жители должны платить за свой мусор. У нас в Супуево-Побудино, у нас даже нету места, где гуляли подростки. Но организовали бы выделить, у нас только дорога и забор, все. Нежелание или неспособность работать. При этом достойно обеспечивать собственную деятельность администрация не забывала. Треть бюджета поселения на себя. А люди-то не дураки живут в Загорянке, они все понимают и считать умеют. В свое время администрацию городского поселения Щелково обвиняли в том, что она тратит на свои нужды половину казны. И где теперь та администрация? Как вот ваше мнение, когда из бюджета поселения одна треть идет на программу эффективная власть? Вот у меня почему-то есть впечатление буквы «Э» убрать, сказать, что это эффективная, понимаете? 19 мая состоялось 36-е заседание Совета депутатов городского поселения Загорянский, которое можно назвать историческим. Оно могло развязать клубок противоречий во власти на Загорянке, задав сценарий дальнейшего развития. Руководитель администрации поселения Ольга Решетина пришла в совет с отчетом о работе за 2015 год. 40-минутный доклад и по полчаса ответы на вопросы депутатов и жителей. Вы ни одной проблемы, из-за которой вы сюда пришли, вы ни одной проблемы не раскрыли. Ни одной. Доклад вообще какой-то невразумительный был. Вроде как нам одолжение. Да что это такое вообще? В итоге депутаты единогласно признали работу руководителя Загорянской администрации за прошлый год неудовлетворительной. Такая оценка депутатов – это, скорее всего, воля заявления жителей и выражения воли жителей-избирателей. Казалось бы, чаша переполнена, и Ольга Решетина, как здравомыслящий и честный человек, должна встать и достойно уйти. Депутаты предложили руководителю администрации городского поселения Загорянский добровольно расторгнуть заключенный с ней контракт по соглашению сторон. Ан нет. Никуда Ольга Аркадьевна добровольно уходить не собиралась. Напротив, антагонизм между сотрудниками администрации и депутатами достиг своего апогея. Частенько и на личности переходили, как утверждают народные избранники. Личные беседы, уговоры, просьбы изменить свое поведение – все это ни к чему не приводило, рассказывает глава городского поселения Загорянский Наталья Суменова. Когда терпение закончилось, начались дисциплинарные взыскания в адрес Решетиной. Один из моментов, из-за которого она получила такое дисциплинарное взыскание – это подписание отчета по бюджету без утверждения, без предоставления материалов даже в Совет депутатов и издания документа по этому отчету. Не только глава поселения. Другие депутаты тоже обращались с жалобами на действия Ольги Решетиной. Сложно остаться равнодушным, когда видишь, как человек, пусть даже и руководитель такого уровня, позволяет себе слишком много. Только по моим заявлениям прокуратура вынесла три протеста в отношении действий Решетиной. Она превышала свои должностные полномочия, подписывая документы за главу, что не имела права делать. Неоднократные нарушения устава, срывы сроков предоставления документов. Последней каплей для депутатов стал тот факт, что Решетина подала в районную администрацию список очередников на землю, большинство из которых оказались сотрудниками Загорянской администрации. Как говорится, ну как не породить родному человечку? По уставу встать на очередь на земельный участок имеют люди, которые прожили не менее пяти лет и являются постоянными жителями. И мы выяснили, что появилась другая очередность, подписанная Ольгой Аркадьевной. И поставили на очереди люди из ее близкого окружения, работники администрации, которые не проживают на Загорянке, не проживали ни дня. А как вам вот это? Глава поселения Наталья Суменова возмущена тем фактом, что работа над генпланом целого поселения велась в два лица. Практически без ведома кого-либо велась работа по генплану поселения. Значит, всячески, когда мы даже запрашивали какие-то документы, какую-то информацию, чинились всяческие препятствия. Проблемы с принятием генплана начались в Загорянке еще в 13-м году, при прежних властях, когда дачный поселок по инициативе одного местного олигарха хотели застроить многоэтажными домами. Помнится, тогда народное недовольство тоже выплескивалось через край. Документ отклонили. Теперь депутаты тоже отстояли свои права. Была создана рабочая группа и собраны все предложения и пожелания общественности. Но сколько времени потеряно, и генплан до сих пор не принят. Вот все эти составляющие ключевые, и очень много можно привести примеров, складываются в одно емкое слово «недоверие». 31 мая распоряжением главы поселения Ольга Решетина была временно отстранена от исполнения должностных обязанностей. А 24 июня точку в этом деле, казалось бы, точку, поставил уже Совет депутатов городского поселения Загорянский. Он принял решение номер 39-1 о досрочном прекращении контракта с руководителем администрации Ольгой Решетиной. Основание – статья 278 пункта 2 Трудового кодекса Российской Федерации, который предусматривает расторжение трудовых отношений между руководителем организации и собственником имущества этой организации. Соответствующее распоряжение номер 17 издала глава поселения Наталья Суменова. Совет депутатов, как орган представительный, как, по сути, орган, который от имени населения оценивает работу исполнительной власти в этом поселении, который от имени населения вправе и обязан контролировать ситуацию с работой исполнительной власти, он оказал недоверие Решетиной Ольге Аркадьевне и отправил ее в отставку в соответствии с нормами трудового законодательства, поскольку посчитал ее работу неудовлетворительной. Неудивительно, что в тот же день Ольга Решетина оформила больничный лист и находилась в состоянии временной нетрудоспособности до 14 августа. Ну и то, что иск в суд подала, оспаривая решение о своем увольнении, тоже вполне ожидаемо. Удивительно другое. Даже в отсутствии Решетиной в Загорянке продолжали твориться дела по заложенному ею принципу. Так, исполняющая обязанности руководителя администрации Анжелины Рябова подписала документы о передаче бывшего военного городка ВШК изведения Министерства обороны в муниципальную собственность городского поселения Загорянский. Ни глава, ни совет депутатов, ни жители в эту тему посвящены не были. Бюджет на содержание жилого фонда не заложен и даже не обсуждался. Я даже как глава совершенно случайно узнаю о том, что подписан акт приема передачи этого городка. Подписывала, правда, не Ольга Аркадьевна, но всю работу начинала она. Узнала я об этом таким образом, что на мое имя командир части присылает письмо о том, что они снимают контрольно-пропускной пункт везде с передачей. Вот, если честно, у меня было такое дикое удивление, что просто не передать. Тем временем Щелковский городской суд 31 августа 2016 года рассмотрел Искрешетиной и оставил требование о восстановлении ее на работе без удовлетворения. Только указал главе и совету депутатов, что увольнять работника, находящегося на больничном, нельзя. Поэтому было издано новое распоряжение – расторгнуть контракт с 17 августа, когда Ольга Аркадьевна вышла на работу. По закону ей были выплачены полагающиеся денежные средства и внесена запись в трудовую книжку. Мы переходим к новейшей истории обсуждаемого вопроса. Ольга Решетина подала апелляционную жалобу. 7 ноября состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда. Суд не прислушался к ходатайству главы поселения Натальи Суминовой о переносе заседания в связи с ее больничным. Решение Щелковского суда 31 августа было отменено, что удивило даже бывалых юристов. Она подавала апелляционную жалобу в Московский областной суд, который в свою очередь для меня по профессиональным причинам непонятным восстановил ее в этой должности и, соответственно, удовлетворил таким образом ее требования. События стали разворачиваться с калейдоскопической быстротой. 8 ноября утром Ольга Решетина прибыла в Совет депутатов и предъявила исполнительный лист, по которому она должна быть восстановлена в должности с 17 августа. Ну что же, решение суда закон. 8 вечером Совет депутатов собрался на внеочередное заседание и восстановил Решетину, как требовалось с 17 августа. Но от своей позиции по недопущению дальнейшего депрессивного развития поселения с точки зрения качества работы администрации не отступил. И вынес решение о повторном ее увольнении. Только теперь с 8 ноября и уже на основании утраты доверия. Такого поворота Ольга Решетина, похоже, не ожидала. Соглашения я никакого не подписывала, поэтому считаю решение Совета депутатов незаконным. Мы беседовали с Ольгой Аркадьевной в ее бывшем рабочем кабинете. С решением Совета депутатов она не согласна, поэтому приезжает на работу и пытается руководить. Только не может, потому что руководство муниципалитета, исполняя решение Совета, уведомило отдел Федерального казначейства о том, что подпись, решительная на финансовых документах, недействительна, в избежании возможных незаконных действий с ее стороны. Я здесь со всей ответственностью заявляю, что на данный момент, пока решение Совета депутатов об ее повторном увольнении не оспорено и не признано незаконным, она не является легитимным руководителем. И я бы хотел, чтобы все жители это знали и понимали. С 8 ноября исполняющим обязанности руководителя администрации был назначен замруководителя Роман Назаров. Конечно, он не будет силой выгонять женщину из кабинета, но признает, что на сегодняшний день результативность работы Загорянской администрации равна нулю. Ее деятельность парализована, потому что никто не хочет уступать. Настолько парализовать работу администрации, настолько обездвижить вообще какие-либо действия, для чего это делается Ольга Аркадьевна и, соответственно, некоторые сотрудники администрации, лично я не понимаю. Сторона решательной предпочитает вести диалог только через суд. Мы свои права будем оставить в суде. Еще не подавали никакие? Сегодня. Сегодня подаем в суд. Судей будут заниматься всеми вопросами правоохранительных органов. Кстати, о правоохранительных органах. Они в этой занимательной истории играют определенную роль, а именно местное подразделение Следственного комитета. Это федеральная структура, призванная расследовать серьезные уголовные преступления. И тем удивительней, что сотрудники следственного отдела по городу Щелково нагрянули в Загорянскую администрацию в тот день, когда глава поселения издала распоряжение о временном отстранении решительной от должности и опечатала кабинет. Как будто это дело особой важности. Говорят, следователи на резонансные уголовные преступления так быстро не приезжают, как по данному случаю трудовых взаимоотношений. Общение было такое, что с нами, как с преступниками, осталось только положить, что называется, на землю и закрутить руки за спину. В дальнейшем повестки для явки в следственный отдел получили все депутаты Загорянского совета. Некоторых вызывали не по одному разу. Депутаты недоумевали, почему следственный отдел проявил такое внимание к их работе. Дел других, что ли, нет у него, преступники все пойманы. Еще больше они удивились, когда встретили в помещении отдела старых знакомых. Утром в следственном отделе просидела несколько часов в коридоре, терпеливо прождала свои очереди, видела, как окружение решительное выходили, вели себя в следственном отделе как дома. Просто как дома себя вели они, очень вызывающее и самоуверенно. Конкретно я видела Ласкову, Анжелику Юрьевну, являющуюся сотрудником администрации и приближенной Ольги Аркадьевны. Удивительным было и то, что не грабежи и убийства интересовали следователей, а позиции депутатов по отношению к Ольге Решетиной. Спросил о нашем вынесенном решении, об оценке от неудовлетворительной. Почему мы ее вынесли? Ну, на что я постаралась ответить свою позицию. И позицию моих избирателей, прежде всего. Было такое ощущение, неприятный осадок, такое ощущение, что мы сотворили что-то неправомерное. Стоп! Читаем 131-й федеральный закон о местном самоуправлении. Статья 40.9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании. Конец цитаты. Сотрудники следственного отдела не могут этого не знать. Они оставили депутатов в покое так же внезапно, как и появились. Но вновь быстренько напомнили о себе после ноябрьских событий. Почему-то сейчас, после того, как 8 ноября Совет депутатов вынес решение вновь об увольнении Ольги Аркадьевны, почему-то вдруг опять вот этот момент, вот эти следственные действия возобновились. И причем возобновились они прямо с завидной скоростью. Значит, где-то около 19 часов 7, вернее 8 числа депутаты разошлись с заседания, на котором было принято данное решение. В 9.15 мне уже поступил звонок из Следственного комитета с приглашением на беседу. Вечера или утра? Утра. 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 На следующий день, прямо в начале рабочего дня. Какие претензии у Следственного отдела к депутатам? Мы попытались получить комментарий у руководителя отдела, но слишком закрытая структура. Мы, конечно, отправили запрос в Главное следственное управление по Московской области, но без особой надежды на столь же оперативную реакцию, с которой следователи Щелковского отдела отвечают на решение загорянских депутатов. Но какими бы сильными ни были поддержка одних и давление на других, давайте посмотрим объективно. Совет депутатов городского поселения Загорянский избран на 5 лет, и он будет работать еще 3 года, как ни крути. Как с ним будет взаимодействовать Ольга Аркадьевна Решетина, если она опять сможет вернуться во главу исполнительной власти? Я думаю, что мне удастся договориться с главой поселения и с Советом депутатов, потому что о том, что нужно созидать, а не разрушать. Правильные слова. Но не поздно ли? Ольга Аркадьевна, у вас же было почти 2 года, и чтобы договориться, и чтобы созидательно работать. Но ведь не смогли же. А теперь откуда что возьмется? Все движется потихонечку. Нельзя объять необъятное. Даже Алексей Васильевич говорил, что для того, чтобы увидеть результат развития поселения, нужно как минимум 3 года. Все так. И Ольге Аркадьевне наверняка есть, что записать себе в актив. Но это капля в море. Мы видим это по отзывам загорянцев. Кстати, Алексей Валов такой же нанятый Советом депутатов руководитель администрации муниципального образования, как и она, только в масштабе района. И он за 2 года добился куда больших результатов. Во-первых, прекратил противостояние, а оно было, все помнят, в органах местного самоуправления. А дальше поехали. Школы и детские сады, спорткомплексы и набережная, дворы и детские площадки, площадь и улица Парковая, дороги и благоустройство. А что помешало Ольге Решетиной? Война с представительной властью, которую она сама же и развязала. Поэтому к руководству администрации поселения Загорянский придет другой человек, которого со дня на день выберет Совет депутатов по результатам объявленного еще в октябре конкурса. И который, надеемся, выберет действительно созидательный путь развития. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, Сергей Василевский, Сергей Максимов и Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».